Но компания только начинает здесь свое развитие. Лориаль уже развита. Ну ты же не слышала раньше про Коралловый Глуб так много, как... Да, да. Широкой рекламы нет. Соответственно, и не услышишь широкой рекламы, потому что основная реклама все-таки это MLM-компания. Естественно, она продвигается через... Через людей. Через людей. Вот. Поэтому с точки зрения бизнеса оцени, как сказать, вот ситуацию, возможности развития бизнеса сейчас в Коралловом Клубе для косметологов. Как ты считаешь, возможности развития бизнеса в Коралловом Клубе для косметологов? Для косметологов? Да, да. Это стопроцентная возможность. Все будет зависеть от человека, насколько он готов, насколько он понимает свои силы. Потому что если разложить на жизнь, ну да, ну сколько нам отпущено? Ну по-хорошему. Да, если мы начнем сейчас вычитать время на сон, время, которое мы тратим на то, чтобы поесть в сечение дня. Если мы будем брать время, которое у нас занимает та же самая дорога на работу. И просто вот это все вычтем, и сколько у нас всего вот от жизни остается? Ну даже вот возьмем среднестатистическую там женщину. Ну дай бог, она проживет 80 лет. Да. Пол жизни из которых она потратит на работу. Да. Еще какую-то часть на поесть и на поспать. Да. У нее дай бог останется там лет 15-20. Это в лучшем случае для того, чтобы развиться и суметь вообще что-то заработать. Что она за это время успеет заработать? Я думаю, что это будут не очень большие деньги. И уж точно не сможет ей обеспечить все лучшее, о чем мы даже не мечтаем иногда. Да, о каких-то шикарных путешествиях, о каких-то действительно, о качестве жизни, если мы говорим. И много ли может косметолог принять за все это время людей? И сколько они принесут ему прибыли, чистой прибыли, если мы говорим. Не, ну я честно встречал косметологов, которые говорили, например, что вот я там себе квартиры построю, машины построю, там вроде бы... А сколько здоровья он положил? Хочется его спросить в ответ. Прекрасно, ты, может быть, и купишь квартиру, и машину, и съездишь в несколько стран. А сколько тебе нужно отработать для того, чтобы иметь... Но это не так много, мне кажется. Хочется отдыхать не раз в год, правда? Хочется отдыхать раз в пять в год, почему нет? То есть ты имеешь в виду бизнес как стиль жизни. Конечно. Что нужно жить в таких условиях, в таких компаниях, в таких офисах, лайфстайл, да. В таких офисах принимать людей, не бояться быть богатой, да, ты это имеешь в виду, да? Но это правильно, действительно, сейчас люди начинают это понимать. Не бояться быть свободным. Не бояться быть независимым. Да, человек, мастер, да, в чем мастерство. Я один раз услышала такую фразу, и, честно говоря, она меня расстроила. Потому что, когда я пришла в очередной раз к мастеру, да, по уходу за волосами, к парикмахеру, и она мне сказала, ты знаешь, как я, говорит, выбираю мастеров, которым я лично, говорит, пойду, как хороший мастер. Она говорит, если мастер плохо выглядит, значит, у него столько работы, что ему некогда поухаживать за собой. Я расстроилась. Человек вот так живет. Она на самом деле не очень хорошо выглядит, и здоровье у нее не хорошее. Я думаю о том, что, конечно, она мастер очень классный. Она супер делает волосы, супер красит, супер завивает, супер стрижок. Но у нее нет времени из-за того количества клиентов, которые к ней приходят. У нее нет времени заняться своим здоровьем, и у нее нет времени заняться даже собственным внешним видом. И я больше чем уверена, у нее нет времени отдыхать, и нет времени зарабатывать. Она просто работает. Ну вот мы как раз поднимали, начали поднимать в группе эти вопросы, и прям буквально, знаешь, там какое-то количество людей, ой, там сетевая, там повалили, повалили. Так повалили-то вы куда? Вот вопрос, куда вы уходите? Куда вы уходите? Я, знаешь, как в этом фильме, вы уходите, вы, ну, стишел такой, я прям чувствовал, они уходят, а у меня такое состояние, думаю, вы же даже не понимаете, куда вы уходите, потому что, ну и что дальше? Нет, они уходят в привычную для себя среду, в привычную свой мир. Они же очень часто людей просто пугают возможность подумать о том, что можно улучшить качество собственной жизни. Они страшно боятся почему-то этих изменений. Не знаю почему, я на самом деле еще в 30 лет начала думать о том, что я не хочу стареть, я не хочу болеть, я хочу жить полноценной жизнью, я хочу больше времени проводить со своими детьми и мужем, я не хочу убиваться по 8 часов в день, 40 часов в неделю и иметь только 2 выхода. Вот об этом я уже начала думать, потому что я поняла, что пол жизни-то, по сути, уже прошло, 30 лет серьезный возраст. Вот эта осознанность, с которой ты пришла в коралловый губ, я очень рад, что ты действительно все это поняла, это, конечно же, наверное, дорого. Ну, хочется просто иногда, вот я иногда просыпаюсь утром, и когда встречаюсь с большим количеством людей, потому что моя работа связана с этим, да, моя жизнь именно насыщена общением с различного типа людьми, мужчинами, женщинами, детьми и прочими. И когда ты понимаешь, что общаясь с ними, ты же все равно окунаешься вот в эту энергетику, каждый приходит со своей бедой какой-то, да, а у кого что, у кого морщины, у кого прыщи, у кого там, я не знаю, все провисло, а хочется же, и они же приходят с тем, что хочу быть лучше, чем есть сегодня. И когда с этим совсем сталкиваешься, вот, честно говоря, хочется иногда вот так встряхнуть, растормошить, сказать, ребят, вы вообще не о том думаете, вы вообще не о том думаете сегодня. Нужно думать в первую очередь о качестве собственной жизни, а все качество основано на здоровье. Нет здоровья, извините, уже ничего больше не приложится. Та самая ниточка, на которой держится и бизнес. Да, очень крутая ниточка. Потеряешь это, не будет ничего, ни денег, ни путешествий, ни домов, ни квартир, я не знаю, там, ни машин, ни каких-то там мечт, может, кто-то мечтает путешествовать в космосе. Это большие деньги, ты это понимаешь. Но для начала это здоровье. Если у тебя нет здоровья, ты при всех возможностях денежных, туда не полетишь. Вот, и я еще, ну, спасибо тебе большое, Маша. Я знаю, что ты, мы виделись с тобой, я не буду скрывать, мы виделись с тобой на форуме в Москве, вот, скажи, пожалуйста, ты вот, тебе удалось поговорить с людьми, которые уже достигают, у которых уже чеки там, там, ну, хорошие чеки, которые свободно сейчас живут, передвигаются, там, и Саша Вильгельм, ты общалась, с другими мастерами, вот, что ты можешь так в целом вынести, вот, ты вот видела этих людей, видела людей, которые сейчас, как сказать, ну, которые, которые по-другому живут, вот. Вот расскажи, пожалуйста. Нет, мое в целом впечатление о форуме, это какое-то потрясающее событие, конечно, я ехала, не скрою, с некоторым таким скепсисом, потому что, ну, любой здравый человек, как бы, он не поверит, что вот так вот, и все легко и просто, на каких-то там продуктах, потому что продуктов масс на рынке, он действительно перенасыщен, почему, и существует вот этот скепсис, вот, личный он и был. Ну, понятно. И, как бы, его скрывать, ну, бессмысленно. Ну, это правда. И я ехала, конечно, думаю, ну, наверное, очередная какая-то ерунда, потому что заходов с каких-то сетевых тем было очень много. И оно не шло, ну, просто потому что ты не веришь, и тебе не очень нравится продукт, продвигать, да, и предлагать вообще, в принципе, что-то, что не нравится самому. Да. И во что ты сам не веришь, во что ты не влюбленный, у тебя глаз не горит, ну, вообще бессмысленно. А приехав на форум, увидев такое количество абсолютно разных людей, и молодых, и пожилых, и, я не знаю, и детишечек, которые туда, туда даже с грудничками приезжали. Да, да. Мама вот накануне, как говорится, родила и приехала, она не могла пропустить вот это событие. Ну, да, было. Для рядового человека это будет, ну, не знаю, на что похоже. Для меня это был вот именно слет таких единомышленников, они все заряжены вот этой вот... Не испугалась ты этого фаната? Нет, сначала... Думаешь, наверное, фанаты какие-то, да? Ну, сначала страшновато, но когда ты понимаешь, что все это обосновано, действительно обосновано, и когда ты понимаешь заботу о людях, да, то есть люди, которые основали эту компанию, они действительно искренне, я увидела их улыбки, я увидела их глаза, я, в принципе, их увидела, да, зачастую мы, извините меня, не видим основателей компании, тех же самых, да, как их можно бесконечно перечислять. Меня там не... Я ходила на такие вот сборища, ну, не будем делать, я не знаю, будем... Можно говорить или не будем... Не будем делать рекламы другим компаниям, да. Другим компаниям, но там меня не представляли руководство, мне не говорили, вот это основатели, вот вы можете с ними пообщаться, вот вы можете задать им свои вопросы. Нет, такого нет ни в одной компании, только в Коральной. И когда ты сидишь среди таких же, и они тебе улыбаются, никто на тебя не смотрится высоко, несмотря на то, что у него там чек такой, что приличный, а он готов с тобой общаться, он готов делиться с тобой своему другу. Но он понимает, что ты идешь по тому же пути, что у тебя все передело. Просто вот для тебя открыли золотые ворота и говорят, заходи. И если ты не стесняешься и не мнешься с ноги на ногу, уй, зайти, не зайти. Просто вот на таких событиях ты понимаешь, да, я хочу, ребята, я хочу идти с вами, вот в эти золотые ворота, вот в этой золотой дорожке. Ну вот сейчас, как сказать многие люди, как бы, вот как раз продолжение моего вопроса, верю-не верю, хочу сказать, смотри, многие люди уже не верят вообще ни во что-то, знаешь, там, а во что сейчас верить, там, не знаю, в аптеку верить или во что верить? То есть в Бога, да. Нет, но верить-то можно, конечно, верить нужно. В себя можно. Да, даже и в себя многие не верят, многие, как сказать, в бизнес тоже такая, сейчас берется за что-то человек, а это, чтобы сделать бизнес, нужно, не знаю, сутки напролет, годами, 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 пахать, пахать, пахать и будет результат. Да, но, как бы, многие даже не верят уже в этот результат, так вот, а если говорить про вот эту веру, ты вот ощутил эту веру, что в тебя люди верят, просто они смотрят, они говорят, да, все получится, если ты хочешь, бери, вот, да, ворот пролегешь. Если ты сам веришь, если ты не всем этим пользуешься, всеми этими инструментами, которые дает тебе компания, то в тебя поверят, конечно. Каждый проходит свой путь, понимаешь, как бы, и ты сейчас идешь по этому пути, я рад, что ты, во-первых, с нами идешь, ну, с нашей командой идешь, и уверен, я уверен, что ты пройдешь, потому что с такой командой, с такими воротами, которые тебя окружают, с такими людьми, которые тебя, и вышестоящие твои спонсоры, и звездный мастер, и те люди, которые сегодня в твоей команде, как сказать, я уверен, что, да, 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 все люди, кто сейчас тебе, тебе желают добра, мы желаем только одно, что ты быстрее, быстрее, быстрее стала тем самым лучиком, то есть, чтобы ты действительно продолжала пользоваться продуктами нашими, вот этими замечательными, вот, ну, и, собственно говоря, радуй нас, пожалуйста, приглашай всех в свою команду, давай, продолжай. Я всех приглашаю, и, наверное, не скажу, поверьте в меня, скажу, поверьте в себя, все могут однозначно быть здоровыми, счастливыми и богатыми. Спасибо, Марш, все, приходите в команду Марии, она вас ждет, да, правильно? Приходите.